Хотел вам рассказать про эффект Google. Это такая специфическая особенность нашего с вами мозга, что мы запоминаем зачастую не конкретное содержание какое-то, а то, где информация лежит. Вообще так устроена у нас гиппокамп, там есть клетки памяти, которые хранят ключик к воспоминаниям. И точно так же поисковая строка в Google или в другом поисковике это для нас вход в некие знания, которые находятся за пределами нашего мозга. И мозг, поскольку ему надо все экономить, он запоминает, где он может эту информацию при необходимости получить, а не саму информацию. В результате происходит достаточно драматический процесс, что мы кажемся себе очень умными, рассудительными и так далее, но забери у нас айфон, забери у нас интернет, и мы тут же оказываемся совершенно растерянными. Мы не знаем, как делать кучу дел. Некоторые не смогут из одного города, конца города в другой попасть без этого дела. Другие не смогут даже какие-то бытовые вопросы решить, потому что все уже цифровизуется. И мы помним, где посмотреть, в каком приложении, на каком видео, на каком ресурсе и так далее, но не помним само содержание. И это понятно, мы так адаптируемся к избытку информации, мы так адаптируемся к сложности задач, которые перед нами стоят. Проблема состоит в том, что мы превращаемся в операторов информации, лежащей в сети. То есть не своих профессиональных знаний, навыков и так далее, а в операторов информации, находящихся в интернете. И в результате у нас не происходят связи разных сфер, областей, знаний. И раньше существовала академическая наука, где внутри все было, все структурировано. После этого мы пришли к конструкции, когда стали возникать такие мультидисциплинарные вещи. Вот я, например, занимаюсь нейронауками, сюда входят и нейробиология, нейрофизиология, и анатомия, обычная физиология, там чертов ступишь, психология, социальная психология и прочее, поведенческая экономика. Все это нейронавуки. И мы перешли к этой мультидисциплинарности, но за этой мультидисциплинарностью у людей перестала формироваться система. И так получается, что вы приходите зачастую к врачу, и врач по своей, в том, чем он разбирается, он вам может еще что-то сказать внятное, а если вдруг оказалось, что ваше заболевание принадлежит к ответственности другого врача с другой специализацией, он вам дает неправильный совет. И вот у нас нарастает вот это отсутствие связности элементов самых разных, даже в личной жизни. Многие занимаются психологией, многие что-то про это изучают. А что они в жизни применили из этого? Выясняется, что совсем немного. И вот наша задача сейчас испугаться, что мы превратились не в мыслящих существ, а в операторов информации, которая скрывается в интернете. Во-первых, там черт знает что скрывается, страшно подумать, насколько это все корректно, осмысленно и так далее. А во-вторых, ну слушайте, чувствовать себя просто оператором знаний по поисковику, ну реально вот дико неприкольно. И очень сейчас было знаменитое, не знаменитое, а популярное направление в обучении в университетах зарубежных, ресерчеры. То есть людей учат правильно находить информацию, агрегировать информацию там и так далее. И знаете, что я вам скажу? Искусственный интеллект сейчас заменил ресерчеров. Сейчас он способен делать отчеты значительно лучше по любой теме, собирать материалы, его структурировать, выделять главное и так далее, нежели специалисты, ресерчеры. И понимаете, как ресерчеры мы никому не будем нужны. Вот эти вот люди, оперирующие знаниями. Нам нужно понимание, нам нужна глубина, нам нужна система. И вот это то, чему учит мышление. Это то, чему учит методология. Это то, что я хочу, чтобы было у каждого человека, который хочет свою жизнь ощущать осмысленной. Потому что без этого смысла в ней будет, честно говоря, немного.